Казпотребнадзор должен сменить название. Так решил экономический суд Алматы. Контроль и надзор – прерогатива госорганов, указывая департамент юстиции в своем иске к общественной организации. НПОшники, комментируя судебное преследование, прямо говорят о государственном рейдерстве. Прошло два с половиной года. В течение двух с половиной лет никого не волновало наше название. То есть пока мы активно не действовали, пока не возникла такая идея создать структуру, государственный указпотребнадзор, никто, органы юстиции это не волновало. Речь идет об агентстве по защите прав потребителей. Оно может быть создано уже на следующей неделе. В его пользу департамент юстиции и старается, говорят общественники. Вот так месяц назад с ними пытались договориться, что называется по-хорошему. Если в случае создания такого государственного органа, я хотела вас спросить, может быть, вы наименовали? Когда уговоры не помогли, департамент юстиции обратился в суд с иском к общественному объединению. Его представители уверены, начавшееся преследование – результат активной деятельности НПО по защите прав рядовых казахстанцев. Казпотребнадзор не раз обращался в правительство с предложениями по реформированию системы ЖКХ. Одна из последних инициатив – включить налог на транспорт в стоимость бензина. За год эксперты общественного объединения провели более 60 исследований, которые вскрыли коррупцию в вузах, в системе здравоохранения, в системе городской власти. В ответ получили судебные иски. Один из последних – от департамента природных ресурсов. Им не понравились выводы специалистов Казпотребнадзора, которые посчитали расходы на замену арыков в городе. Тот завод, который занимается выпуском и реализацией продукции по укладке рычной системы, значит, на один километр рычной системы затрачивается порядка 4 миллионов тенге. То есть, тоже опять делая несложный арифметический подсчет, значит, стоимость работы должен соответствовать стоимостью материала. Порядка 8-9 миллионов тенге. И тот бюджет, который мы считаем, и тот бюджет, который был заложен, и тот тендер, который был выигран этой организацией, то есть порядка 15 миллионов, и это, считаем, по нашему мнению, это считается завышенным. Свою оценку судебному разбирательству на отказ с Потребнадзором дал известный казахстанский юрист. Мне, например, очевидно, что вот это даже решение, определение судьи, оно совершенно незаконное. И оно говорит о том, что суд отступил от принципа беспристрастности и объективности в этом деле. Представители НПУ уже мало чему удивляются. Казахстанская эфемида закрывает глаза выборочно и в судебных делах с участием государственных органов, как правило, выносит решение в их пользу, даже вопреки нормам закона. Евгения Сазонова, Александр Платонов, Алматы, Казахстан.